6,5 тысяч автомобилей из Казахстана завезли в Россию только за 9 месяцев прошлого года. Данные приводит Федеральная таможенная служба соседей. Из-за санкции поставки большинства зарубежных брендов в Россию стали невозможны. Россияне покупают машины через серый импорт, то есть ввозят без согласия правообладателей товарного знака. Казахстанский авторынок привлекает россиян также китайскими автомобилями, не представленными в их стране. Не останавливает от покупки автомобилей транзитом через Казахстан не сложные логистические маршруты, не серые юридические схемы. Национальный автомобильный союз России отмечает рост потока машин из Казахстана не только изначально предназначенных для внутреннего рынка, но и транзитных авто, которые проходят таможенное оформление по заниженным ставкам. Типичная абсолютно ситуация. Японский пикап, который стоит 25 тысяч долларов, в Казахстане таможится на юридическое лицо под 11-12 тысяч долларов. Типичная ситуация, когда автомобили, которые запрещены к возу на территорию таможенного союза, автомобили евро-ноль класса из Эмиратов, например, приезжают в Казахстан, получают документы от испытательной лаборатории, как будто они евро-4, евро-5, евро-6. Самое большое занижение таможенной стоимости я видел на автомобиль, который был куплен в Европе за 480 тысяч долларов. Его в Казахстане оценили в 58 тысяч долларов и с этой ставкой растаможили. Воз таких автомобилей чреват юридическими проблемами на территории России. Сейчас в стране рассматривают механизм до начисления таможенных сборов. Проблема создается, конечно же, и для Казахстана, потому что таможенные платежи поступают непосредственно в бюджет той страны, в которую автомобиль приехал, где был растаможен. Поэтому, собственно, Казахстан получает от занижения таможенных пошлин гораздо меньше таможенных платежей, чем должен был бы. Продолжение следует...